Доброе утро, дорогие друзья! Видите, шаг за шагом, и мы с вами сегодня уже в шаге от Суккота. Потрясающего, великолепного праздника Суккот. Я сегодня могу рассказать секретный рецепт, который необходим каждому, чтобы выйти из этих семи дней и получить благословение на весь год. Еще больше, чем мы, надеюсь, получили в Рушанай, в Йом-Кипур. Секрет этого – радость. Написано, единственный праздник, которым действительно говорится, что праздник радости – это Суккот. Когда мы трижды делаем что-то хорошее или говорим что-то хорошее, считается, что это как обед. Вот трижды в Торе говорится о празднике Суккот как о радости. Обязательно радость. Праздник величайшей радости. Необходимо в этом участвовать. Обратите внимание. Это одна из самых наших больших проблем и проблем человечества сегодня. Вот возьмите 24 часа. Сколько из этих 24 часов ты улыбаешься? Ну, подумай. Ну, там ты скажешь, я сплю, там я работаю, там все, 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 все. В результате. А написано, что человек обязан постоянно находиться в радости. Более того, повеление находиться в радости – это религиозная обязанность человека. Так написано в Талмуде, так написали наши мудрецы. Вы знаете, вот человек настоящей духовности, он не может не находиться в радости, потому что эта духовность как бы следует за радостью. Радость просветляет человека. Душа человека, как она находится в своем естественном состоянии, близости с Всевышним, она возвращается к своему естественному состоянию, быть переполненной радостью и ликованием. Иногда бывает, что люди, которые веселые, потом пошли в религию, стали грустные. Возьму на себя смелость сказать, что они не так идут и не туда идут. Потому что не может быть такого, чтобы человек шел к истине, к радости, к Творцу и был такой весь, вечно грустящий. Главный код этого праздника – радость. Главная работа этого праздника – смех. Мы должны радоваться и внутренне. Есть разный смех. Смех первый раз упоминается в Торе, когда говорится про ангелов, которые пришли к Аврааму и сказали, что у тебя родится сын. Там впервые говорится о смехе. Это мы, наверное, постараемся разобрать попозже. Это важный, серьезный вопрос. Но вот надо понять другое. Когда мы улыбаемся, то лицо человека становится просветленное, радость. А когда нет, когда мухмурый такой, все, что похоже на морду собаки. Написано, что поколение перед приходом машины будет поколение с лицом, как у собаки. Это значит, что перестанут улыбаться. Люди, вот это вот самый главный конца времен примета. А почему улыбаются? Потому что все время, простите, почему все время грустные? Потому что все время озабочены. Все время озабочены тем, что вот, что вот, я человеком разговариваю, нормально вроде себя чувствует. А он так вот, а что завтра будет, а что послезавтра. Забота о будущем. Скажите, пожалуйста, а кто уверен, что у тебя есть этот завтрашний день, о котором ты заботишься? Поэтому радоваться сегодня – это самое главное, что может быть. Я еще в Советском Союзе, помню, на меня произвело неизгладимое впечатление. Тогда, ну машина это вообще была величайшее такое богатство. И вот человек выигрывает по лотерее 24-ю Волгу. Это вообще, ну как бы, он в сирии пришел, грустный, черный. Я говорю, что это такое? Он говорит, а теперь гараж надо строить. Вы понимаете, как вот человек сам себе делает несчастье? Как человек сам себя тянет вот в этот омут какого-то, ну я не знаю, там, непроходимо какой-то грусти. Смотрите, праздники вот эти вот, Симхат Тара, ну короче весь сухой, называют праздником время нашей радости. Они естественное продолжение Йом-Кипура. Когда человек снимает с себя бремя, с которого вот как бы грехов, с него снимается бремя печали. Мы считаем, что с нас грехи сняли в Йом-Кипур, следовательно печаль отсутствует. Еще больше надо улыбаться. То, что отделяет человека от творца, является причиной грусти и плохого настроения. Поэтому каждый раз, когда мы грустны, это значит, что у нас опять какая-то очередная преграда между нами. Я хочу еще сказать одну вещь. Это праздник великого чуда. Я вам сейчас покажу одну вещь. Вот перед нами Этрок с прошлого года. Вот он год лежал. Год ровно. Скажите, пожалуйста, вот обычный лимон, без холодильника, просто в комнате лежащий год. Это чудо или не чудо? У меня, кстати, чтобы никто плохих мыслей не думал, каждый месяц заезжает Равин, смотрит, тоже вместе со мной удивляется. Вот если бы перед нами разверглось небо, там вот тогда бы я... Ну вот перед вами стоит Этрок, который год лежит. Год лежит. И у меня, у моего уладшего сына, вот по году лежат Этрок. Я знаю еще одного только человека. Скажите, это выходит за рамки любых физических явлений? Ну, конечно, выходит. Потому что это просто в сути своей невозможно. Я готов вам показывать его через месяц, через полтора, каждый... Давайте, первого числа каждого месяца буду показывать Этрок. Но вдумайтесь, это невозможно в рамках физического мира. Значит, Бог и сегодня посылает нам причины для того, чтобы мы увидели, вот как это все работает. А значит, радость-то наша должна... Вот увидел, слушай, так вот оно, вот оно есть запредельное, вот оно есть за рамками физических законов. Вот он мне посылает сигнал. Так и Симхат Тара, так и Суккот. Суккот нам посылает ту радость, которая идет изнутри. Ту радость, которую мы, радуясь Суккот, доказываем, что мы верим, что наверху есть добрый, настоящий Папа. Если мы этого не делаем, мы не верим. Поэтому, Кот, я вам раскрыл секрет, я вам раскрыл. Радуйся семь дней, и у тебя будет потрясающий год. Брахава от слаха.